Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня перед вами модель THL T5S Эта модель является обновлением THL T5, который был двухъядерный Сейчас компания THL выпустила обновленную версию Очень много всего обновили В принципе, соблюли опять же бюджетность этого смартфона Ну и собственно, давайте смотреть, что же получилось Что мы за 130 долларов в Украине сможем приобрести Во-первых, коробка Коробка выпускается стандартная В комплекте здесь идет бампер вот такой вот Пленка Гарнитура, USB кабель и зарядка Тут все стандартно Теперь перейдем непосредственно к нашему смартфону Смартфон имеет 4,5 дюйма Как и раньше, корпус выполнен из пластика Пластик довольно-таки надежный, качественный Ничем не примечательный Самый обычный пластик Но качество хорошее Спереди у нас сенсорный дисплей 4,5 дюйма Три сенсорных кнопки Снизу они светятся Сверху фронтальная камера на 5 мегапикселей Датчик приближения, датчик освещения и динамик С этой грани есть качелька громкости Вверх-вниз Сверху есть разъем под наушники и microUSB разъем С этого бока есть кнопка включения-выключения Расположена она удобно Очень удобно на ней клацать Снизу есть микрофон И щель для открывашки Задняя крышка выполнена из такого пластика Он такой, немножко с блестками Есть 8-мегапиксельная камера Программа показывает, что это 13-мегапиксельная камера Вспышка, логотип THL И надпись Решетка под динамик Внешне хочу сказать, что модель очень похожа на THL V200 Ну, такая, мини-THL V200 Под крышкой у нас располагается Аккумулятор на 1950 мАч Многие задают вопросы Будет ли этого аккумулятора хватать для нормальной работы Я вас заверяю Да, будет И чуть позже я вам покажу тесты Две стандартных больших сим-карты У этого смартфона есть И у меня вставлен в слот под microSD карточку Сама карточка Потому что своей памяти у смартфона всего лишь 4 гига Ну, и целесообразно пользоваться для нормальной эксплуатации карточкой памяти Я буду снимать для вас обзор Сейчас буду говорить отличия от модели THL T5 И я хочу обратить ваше внимание Что модель стоит Эта модель THL T5S В Украине стоит 130 долларов Вот в рамках этой цены Воспринимайте всю эту информацию В дальнейшем, которую я сейчас вам буду рассказывать Во-первых, Antutu Этот смартфон 4-х ядерный У него обновленный Кстати, 17000 показывает У него обновленный 4-х ядерный процессор MTK6582 Графический ускоритель Mali-400 QHD разрешение экрана 960 на 540 То, что я вам говорил 13-мегапиксельная камера Но это, скорее всего, интерполяция Реальная оптика где-то на 8 Здесь гиг оперативки Производитель улучшил этот параметр Потому что в T5 У него было 512 оперативки 4 встроенных У меня стоит карта памяти на 16 Советую всем пользоваться картами памяти Потому что 4 гига маловато Из них доступно там что-то 2 гига С картами памяти смартфон работает отлично То есть ставите карту Без каких-либо шаманских действий Можете записывать игры, приложения На карту памяти Рабочая частота процессора Составляет 1,3 ГГц 240 плотность точек Графический Мориль 400 Мультитач присутствует Фронтальная камера у меня заявлена на 8 Но, скорее всего, 5 Количество точек касания на дисплей Давайте посмотрим через программу Antutu Tester Здесь 5 точек касания Это хороший показатель Для бюджетности этого смартфона Какие датчики присутствуют? Есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth Датчик освещения, датчик приближения Которые корректно работают Есть компас Есть вспышка Ни гироскопов, ничего такого нет Не путайте гироскоп И акселерометр Акселерометр, само собой, конечно же, есть По прошивке Прошивка здесь 4.2.2 Android Полностью русифицирована Есть удобная фишка Изменения быстрого То есть лаунчер И плюс иконки И плюс рабочий стол То есть мне нравится эта фишка Я выбрал себе удобную для себя Картинку Все на русском языке Все очень понятно Все интуитивно понятно В настройках у нас тоже полноценный русский язык Давайте продемонстрирую вам Все здесь отлично О телефоне 4.2.2 Модель THL-T5S Память у него Вот всего лишь 623 МБ доступна Поэтому лучше карточку памяти А также 1.66 Итак, идем дальше Экран у нас 4.7 дюймов Здесь 960 на 540 Матрица IPS Я хочу сказать, что экран мне нравится Цветопередача хорошая Мне нравится, как отображают картинки Этот смартфон, как он работает с быстрыми С динамическими сценами Например, в видео, в играх То есть все здесь классно Пиксельной сетки вы на таком размере дисплея найти И с таким разрешением не сможете Поэтому экран мне нравится Углы обзора достойные Да, в связи с бюджетностью этой матрицы Конечно же, есть по диагонали Мой любимый тест Мой любимый и правдивый тест Который показывает, что матрица все-таки бюджетная И по диагонали она немножко вот так вот засвечивается Если прямые углы обзора То, конечно, обстоит дело лучше Но, тем не менее Вот так вот, конечно, немножко другое А так углы обзора у смартфона отличные Вот светлые картинки Здесь нет OGS технологии Здесь даже видно Как есть воздушная прослойка То есть это означает, что Дисплей и тачскрин Они отдельно идут Отдельными деталями По поводу яркости Яркость у смартфона очень достойная Порой даже много того, что я выставляю на максимум Давайте в дальнейшем, наверное, так будет проще вам смотреть это все В настройках есть настройки звука Настройки Wi-Fi, Bluetooth Все, в принципе, стандартно Настройки GPS тоже все более чем стандартно По поводу звука Звук мне в этом смартфоне нравится Мне нравится, как он звучит Мне понравилось, как звучат наушники в этом смартфоне Действительно звучат классно Звучат с басами Всем привет! Думал, будет немножко похуже Звук довольно-таки громкий Не могу сказать, что прям орет Но его вполне достаточно Воспроизводит видео форматов Full HD Без проблем, без кодировок Я использую всегда MX Player И вам тоже советую Что касается производительности смартфона Здесь 960 на 540 Повторяюсь, 4-ядерный MTK 6582 Давайте смотреть, как запускаются игры С играми проблем никаких нет What's the point? What's the point? What's the point? God damn Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, я делал скриншоты, тестирую всегда аккумулятор. Здесь 1950 мАч. Какие результаты у меня получилось? Во-первых, 632 балла в Antutu тестере. Это действительно классный результат. Это хороший действительно результат. Далее я тестировал этот смартфон в игре Epic Citadel. При максимальной яркости, соответственно, 2 часа 51 минута. Нормальный показатель для игры. А потом я тестировал видео в YouTube с максимальной яркостью, то есть Wi-Fi и YouTube. 4 часа 30 минут. Хочу обратить ваше внимание на то, что аккумулятор работает более чем хорошо в этом смартфоне. Однако, если у вас на смартфоне уже где-то 15% зарядки остается, это значит, что смартфон практически разряжен. Потому что, вот вы видите вот эту вот диаграмму, что где-то после 13-15% он у меня разрядился, опустился до 3% буквально моментально. Вот такая особенность есть про аккумулятор. Но, тем не менее, он 4 часа 30 минут у меня проработал на максимальной яркости Wi-Fi в YouTube видео. Я считаю, это хороший показатель. Особо останавливаться на тесте GPS я не буду. Смартфон GPS ловит. Все классно подключается. Первый старт 32 секунды. Поэтому нареканий на GPS у меня никаких нет. Совсем чуть-чуть не забыл о таком нюансе. Смартфон THL-T5S, представляете, работает с OTG кабелем. То есть, бюджетная модель. Казалось бы, вообще дешевый-дешевый смартфон. Он поддерживает внешние USB накопители через OTG. То есть, мышку, клавиатуру тоже вы все сможете подключить. Что касается камеры. Вот так вот работает фронтальная камера. Она у нас на 5 мегапикселей. Основная камера имеет характеристику 12.6. Видео записывается в формате Full HD. Кстати говоря, о отличиях двухъядерной модели THL-T5 и вот этой вот модели. Здесь производитель пофиксил вот тот вот баг в камере. Когда я не мог нажимать, там была кнопка выполнить фото, была немножко вот так справа в углу. И она не всегда срабатывала. Люди так немножко переживали за это, спрашивали. Вот я смотрю ваш обзор, что действительно так. Мы говорим, да, действительно так. Скорее всего, это был какой-то софтовый немножко баг. В этой модели все исправлено. Все, в принципе, нажимается. И фотки делаются. И камеру можно перелистывать с видео на фото и наоборот. Поэтому здесь все в этом плане хорошо. Фотки я делал. Фотки выложу, покажу вам. Камера снимает нормально. Фронтальная камера тоже, кстати, меня порадовала. Вот это фотки с основной камеры. Видео тоже записывает достойно. Макросъемка отличная. Поэтому по камере тоже плюс от меня. Ловлю себя на мысли о том, что вот снимаю, снимаю, снимаю обзор. И как-то я вот не говорю вообще о недостатках этого смартфона. Смотрите, что я думаю по этому поводу. Да, можно было бы сказать, что вот экран слабый. 960 на 540. Хочу Full HD. Да, можно было бы сказать, что здесь 1 гек оперативки. Слабо, мало, хочу 2. Да, можно было бы сказать, что вот камера вроде бы хорошая. Но все равно матрица немножко не та. Не самая крутая. Да, это все можно было бы сказать в недостатке. Но, друзья, смартфон 130-135 долларов в Украине из наличия. Какие могут быть недостатки у такой модели, если действительно все заявленные функции отрабатывают так, как необходимо. Есть функция OTG. Аккумулятор держит хорошо. Пусть он держит с небольшим багом. То есть этот баг, что вы должны себя контролировать, что если у вас остается 15%, то это значит, что смартфон у вас практически разряжен. Да, есть такое, но назвать это недостатком в случае с ценой этого смартфона, у меня просто язык не поворачивается. Я не могу сказать, что это недостаток. За эти деньги аналог вы купить, наверное, по моему мнению не сможете. Потому что это одна из самых бюджетных моделей с достойной камерой, с четырехъядерным процессором, с вспышкой, с двумя камерами. То есть можно было бы говорить о аналогах от компании Lenovo, о бюджетниках. Однако вы там не найдете двух камер, вы там не найдете вспышки. Поэтому, друзья, мне смартфон лично мне очень понравился. THL T5S достойное хорошее обновление T5. Разработчик поработал, улучшили процессор, добавили оперативки, улучшили камеру. По поводу софта, кнопки в камере сенсорные нажимаются снизу, тоже плюс. Доработали OTG драйвера. Поэтому, ну, получился такой недорогой бум, я бы так сказал. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписываемся. Я всегда делаю видеообзоры. Как только появляется у меня в руках новый смартфон, я сразу же лечу записывать обзор, лечу тестировать его, чтобы порадовать вас, дать вам новую информацию. А вот, если вам понравится эта модель и вы захотите ее приобрести. Пусть у нас, пусть не у нас, пусть в Китае. Это уже ваш выбор. Спасибо, всего доброго. Продолжение следует...